Уважаемые москвичи, дорогие соратники, сегодня, собравшись здесь, я хочу приветствовать всех, кто пришел на эту площадь. Я хочу прежде всего поздравить всех вас с праздником 23 февраля, днем армии, днем флота, днем защитника нашего Отечества, нашей Родины. Я хочу поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов вооруженных сил, всех тех, кто выполнил свой гражданский долг, пройдя армейскую службу, и пожелать, чтобы нашему Отечеству не довелось бы испытать то, что прошли наши деды в сороковые годы. Я хочу поздравить и одновременно сказать, что мы пришли сюда не только праздновать. Мы сегодня отмечаем горький юбилей. Ровно 20 лет назад, 23 февраля 1992 года, здесь, в Москве, была впервые разогнана народная демонстрация, когда люди шли возложить цветы к могиле неизвестного солдата. А новая власть, пришедшая в Кремль после гибели Советского Союза, посчитала, что только санкционированные ею дела должны быть. Только они принимают решение, кому куда ходить и что делать. 20 лет назад погиб первый человек, став жертвой псевдодемократии, потому что во время разгона этой демонстрации от старых фронтовых ран умер генерал Песков. Светлая ему память. Конечно, мы сегодня собрались и для того, чтобы говорить о будущем нашей страны. Ведь сегодня вокруг России вновь сгустились тучи. Новый мировой порядок, который Соединенные Штаты Америки хотели бы насадить везде, по своему стандарту, сегодня проливает кровь в Ливии и Сирии. Сегодня продолжает уничтожать мирных людей в Ираке и Афганистане. Даже на исконно славянской земле, в братской Украине, нам сегодня пытаются изменить итоги Великой Отечественной войны и объявить героями не тех, кто сражался с гитлеровцами, а гитлеровских прихвостней, которые были в отрядах АУН-УПА, которые убивали людей, защищающих Единый Советский Союз. И мы должны сегодня сказать нет этому возрождению фашизма. Мы с вами сегодня должны сказать, что до тех пор, пока русский человек и все народы, братские русскому народу, будут испытывать на своей собственной земле проблемы, будут унижаться и оскорбляться, не будет мира под этими деревьями, не будет стабильности в Евразии. Именно поэтому, встречаясь несколько дней тому назад с президентом Российской Федерации, я попросил главу государства обратить особое внимание, чтобы в России перестали пугать именем русских. Пора перестать путать национализм и шовинизм. С шовинизмом мы должны бороться, ибо это вражда к другим народам. Но без национализма, без любви к своей нации, к своему народу, ни одна нация не сможет существовать. А для русского человека ответственность за будущее, доброта, вселенская всеотзывчивость – это исконные принципы жизни. И мы сегодня славим тех, кто говорит на русском языке и защищает русский язык, кто защищает наш образ жизни, кто защищает православную традицию и высшее духовное отношение к жизни. Мы сегодня проводим нашу встречу на улице. Я понимаю, что не очень тепло, а я особенно приветствую тех, кто с нами был здесь 4 февраля, когда Российский Общенародный Союз вместе с братскими нам политическими организациями шел маршем по Якиманке сюда, на Болотную площадь. И наши принципы неизменны. Мы уверены, Россия возродится только тогда, когда будут честные выборы, когда мы покончим с коррупцией, и когда коррупционер будет не править бал, опрятаться. Я хочу сказать тем представителям молодежи, которые здесь присутствуют. Вы видите здесь и ветеранов. Есть чему у них учиться. Им есть чем гордиться, а нам есть чему учиться у них. Но будьте достойны старших поколений в защите Отечества, в отстаивании сегодня нашего будущего. Мы должны крепить народное единство в России, крепить позиции России вовне, защищая наших друзей в Сербии, в Сирии, где бы то ни было. А для этого русский человек должен чувствовать себя дома хозяином, отвечающим за мир, стабильность и благополучие всех, кто доверил ему свою судьбу. С праздником вас! Слава России!